На льду профессионалы своего дела. Каждого из них любят и знают болельщики рязанской хоккейной команды. Четкие и выверенные действия, слаженная игра. Все это можно наблюдать на ледовой арене. Свисток тренера и вся команда в сборе. На льду тишина. Игроки получают новые указания. Вскоре тишину разбивает шум игры. Тренировка идет усиленная. Через два дня важный матч в другом городе. В таком режиме отпраздновать день хоккея будет непросто. Павлу Злобину всего 19 лет. И он нападающий рязанского хоккейного клуба. Может он нам расскажет все таинства праздника? Да особо нет никаких. Все по-своему готовятся. Ничего нового. Раз молодое поколение не знает, то нужно спросить у более опытных хоккеистов. Владимиру Карпову уже 31 год. И он один из самых титулованных игроков клуба. По его словам, хоккей сильно изменил его жизнь. Я не знаю, кем бы я был, если бы не хоккей. Но я очень рад тому, что я хоккеист. И то, что я достиг. И то, что я занялся именно этим видом спорта. Уж он наверняка знает какие-нибудь праздничные традиции. Но его ответ повторил предыдущий. Нет ни традиций, ни времени на праздник. Наравне с профессиональной командой тренируются и юные воспитанники. Сейчас на льду ребята, которым нет и 14. За плечами у них немало побед. Наверняка у молодого поколения должны появиться какие-то свои особенные ритуалы. Как будет праздник? На тренировку приду. Получается, что у юных спортсменов, что у игроков высшей хоккейной лиги все свободное время уходит на тренировки. Почти всю неделю, несколько раз в день, великолепная пятерка и вратарь вновь и вновь выходят на лед тренироваться. В этот важный для хоккеистов праздник остается пожелать, чтобы во время хоккейных матчей за воротами противника победной молнией пульсировал фонарь. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город».